Добрый день, уважаемый Александр Григорьевич. Спасибо, что согласились приехать. Вопросов много накопилось. Конечно, в центре внимания будет наша трёхсторонняя встреча по поводу регулирования вокруг Нагорно-Карабахской проблемы. Я сейчас только с коллегами разговаривал со своими и со премьером правительства России, которого вы хорошо знаете, который занимается вопросами, связанными с проблемами экономики, с разблокированием транспортных коридоров. Говорил с министром обороны, с директором ФСБ, которому подчиняется, как известно, пограничная служба, выносящая существенный вклад в дело урегулирования. В общем, вопросов там очень много, но начать всё-таки нашу двустороннюю встречу я хотел бы с того, чтобы сказать, что на следующий год у нас 30 лет установления дипломатических отношений. И это, безусловно, такая веха, которую, наверное, мы должны будем как-то отметить соответствующим образом. В этой связи хотел бы сказать, что наше стратегическое партнёрство развивается весьма успешно. Достаточно сказать, что, несмотря на все пандемийные вопросы и ограничения в экономике с этим связанные, всё-таки в этом году за 9 месяцев текущего года объём товароборот увеличился у нас на 11%. Это хороший показатель. У нас 900 предприятий российских работают в Азербайджане, 4,5 миллиарда инвестиций в азербайджанскую экономику, на российских прямых инвестиций. И Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнёров Азербайджана. На этом фоне, конечно, продолжаются гуманитарные контакты. И прежде всего, я всегда об этом говорю, но на наших встречах хочу вас поблагодарить за то внимание, которое выделяете развитию русского языка, поддержанию. 304 школы или даже больше, где-то 340, по-моему, преподают русский язык. 34% школьников Азербайджана учатся так или иначе на русском языке или изучают язык. Это хороший показатель, который говорит о стремлении руководства Азербайджана и азербайджанского народа поддерживать близкие и разносторонние контакты. Они действительно носят разносторонний характер и в гуманитарной сфере отношения развиваются. Молодёжные контакты развиваются. У нас достаточно много поддержанных нами мероприятий на таком общечеловеческом уровне проходит. Всё это создаёт хорошую атмосферу для развития отношений в будущем. Что касается Нагорно-Карабахского урегулирования, мы поговорим в трёхстороннем формате. К нам через некоторое время присоединится премьер-министр Армении, и мы продолжим эту дискуссию. Но здесь и миротворцы наши, мне кажется, играют позитивную роль. Работает активно российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня. Есть, к сожалению, проблемы, есть инциденты. К сожалению, до сих пор и находятся без жертв. Но мы для этого и собрались, для того, чтобы посмотреть, что сделано и что нужно сделать всем, для того, чтобы не только ничего подобного не возникало, а наоборот создавались условия для успокоения ситуации и развития ситуации в регионе такого качества, которое позволяло людям спокойно жить, а странам развиваться. Я очень рад вас видеть. Добро пожаловать.